здравствуйте друзья около пяти часов вечера среда еду я в аэропорт международный международный аэропорт города сан-франциско эти мы выходим с вами на международную арену у нас сегодня виталий и надежда летят интересным рейсом друзья турецких авиалиний летят они из города милана сначала из милана потом стамбул а из стамбула уже в сан-франциско друзья если вы в милане и вам захочется попасть сан-франциско так прямиком езжайте через стамбул во всяком случае вот наши гости сегодняшние гости нашего канала именно так и поступили я надеюсь что мы с ними все подробно обсудим запишем я честно сказать не знаю сколько времени мне нужно добираться до аэропорта в такое время как сейчас то есть это явно не самое лучшее время с точки зрения перегруженности дорожных артерий и это с одной стороны давайте разверну камера то есть на солнце вот с одной стороны с другой стороны я не знаю сколько времени у них займет таможенный контроль в аэропорту по моим вот как бы наблюдением могу сказать что это может занять от 30 40 минут что крайне редко до полутора-двух часов что гораздо более вероятно самолет я так понимаю уже приземлился он должен должен был приземлиться в 430 так как интересно люди стоят на дороге в этом есть в этом есть какой-то прикол как-то креативность радостной мужик стоит или девушка мне отсюда же трудно сказать может быть даже вам лучше видно в общем водитель стоит горизонтально а нам в аэропорт давайте да нам в аэропорт а автомобилю в левую полосу что мы знаем о наших сегодняшних гостях практически ничего друзья не знаем а то что я знаю я вам уже сказал ну и может быть еще пару слов мог бы сказать но пока вы сдержусь я думаю что буду лишний раз то правда вот будем будем ждать наших гостей вот я пока мне такой репортаж но я знаете как до аэропорта долго ехать поэтому я могу конечно вас убалтывать до этого момента мне несложно но я пока сделаю перерыв ну что друзья вот я на хайвее 101 собственно и аэропорт находится на хайвее так если немножко поехать в ту сторону но немножко это значит 20 миль и вот мы с такой скоростью движемся сейчас 5 часов 6 минут времени вот так вот так движутся наши хайвее друзья в сторону аэропорта если выехать на них вот в такое время как нам это с вами удалось сделать надо сказать что слева идут две полосы карпульные вот вы видите по левую руку там такой стоит с белым ромбиком на черной полосе такой знак он говорит о том что два человека с лишним то два и больше это уже ты можешь ехать по карпульной полосе почему их две вот в этом месте но дело в том что я еду один но насколько я понимаю и карпульная тоже точно так же едет сейчас не быстро как и мы так что такая вот история давайте я на себя что ли камеру поверну там солнышко явно вам в глазки чем не гуманист что ли такие гуманисты как хорошо знаете что вот не приходится мне ездить в такое время по этим местам потому что обычно в такое время я сижу себе в офисе никого не трогаю потом дожидаюсь там ну даже не 7 а может быть там 7 30 и вот так знаете вот возьми и еду себе никого нет в пробках не стою потому что если я выйду где-нибудь так вот например в 6 в районе 6 из офиса то вот улице л камена рил будет такая одна большая пробка главное наш магистраль они тут все строят строят строить всякое жилье дополнительно сейчас вообще в январе был такой декрет принят в калифорнии что разрешать людям уплотняться на участках то есть допустим там достраивать пристраивать чтобы людей подселять вот каждый муниципалитет уже конкретно смотрит как в их условиях значит ослабить вот те ограничения которые есть и которые были исторически на это на это вот по-разному по-разному происходит но в общем тенденция такая в общем как-то уплотняться так вот и на хайвее но на хайвее видите как уплотниться только стать вот в очереди стоять а вроде так поживее пошло не знаешь их ведь хайвее то они стоят то они едут то опять стоят то опять едут ну в общем осталось нам 20 миль пока вот сейчас с вами говорил счетчик на одну мильку упал было 21 я вам так сказал 20 но было 21 едем да друзья вот пожаловался я на пробку осмотр рассосалась но вы видите наверно у меня за спиной там я не хочу поворачивать камеры так чтобы вам солнышко светило могу только сказать что наверное вам еще видно вот это чуть-чуть подкручу через окно мая что в ту сторону трафик довольно плотный надо сказать что вот если мы сейчас тут движемся просто как в мечтах вот то туда конечно род довольно плотненько идет и с гораздо меньшей скоростью вот так хайвей друзья как человек эти как женщина я бы сказал много неожиданного никогда нельзя знать заранее как себя поведен мне кажется мужчины более предсказуемо вот так что хайвей я лично доволен что мы едем быстрее потому что когда в таком вот слова трафик неприятно чисто вот так как-то эмоционально некомфортно а так едем солнышко светит жарко вообще знаете жарко но чего не сделаешь друзья для того чтобы встретить новичков новых американцев вот представляете они там встретятся нам в аэропорту и у них на всю жизнь память будет приезжали в америку бах а тут канал силикон вал и войск надо мне какую табличку что ли сделать за этим так ходить с табличкой у меня вообще есть такой знаете баннер разматывается но тяжелый это и людей только пугать в аэропорту так вообще неплохо так с плакатом типа силикон вал и войск или там подробь компьютерскую хорошо ну